Буквально несколько минут назад стали известны чрезвычайные новости в антикоррупционном комитете Никиты Михалкова и его работе. Два дня назад команда Никиты Михалкова одержала колоссальную победу. Благодаря усилиям антикоррупционного комитета под домашний арест и следственного изолятора был отпущен настоящий герой России, отважный и порядочный мужчина, генерал Иван Иванович Попов. Иван Попов попал в следственный изолятор несколько месяцев назад по причине ложных доносов о сфабрикованном деле о мошенничестве. Однако антикоррупционный комитет с четвертой попытки смог освободить Ивана Попова и вернуть его из СИЗО домой. Руководство антикоррупционного комитета в лице министра обороны Андрея Белоусова, товарища Бастрыкина и Никиты Сергеевича Михалкова однозначно заявило, что такой герой, как Иван Иванович Попов, не должен сидеть, а обязан всегда находиться при деле и быть полезным своей родине. Более того, глава организации Никита Сергеевич Михалков заявил, что с радостью примет Ивана Ивановича Попова в антикоррупционный комитет. Нам такие люди нужны, кратко заявил Никита Сергеевич. Однако вчерашнее трагическое событие полностью перевернуло все планы антикоррупционного комитета и Ивана Попова. Всему виной враги и недоброжелатели антикоррупционной организации и лично Ивана Ивановича Попова. Стало известно, что вчера вечером на квартиру Ивана Попова, где он находился под домашним арестом, пришли известные публичные личности. Генеральный директор Первого канала телевидения Константин Эрнст, артист Леонид Ермольник и телеведущий Андрей Малахов. Шоумены стали настойчиво предлагать Ивану Попову провести ток-шоу-передачу о так называемых преступлениях Ивана Ивановича Попова, но получили категорический отказ. Однако после отказа Ивана Попова, генеральный директор Первого канала телевидения Константин Эрнст перешел все рамки приличия и повел себя крайне неадекватно. Он назвал Ивана Ивановича Попова позором России и предателем. Не выдержав страшного оскорбления, как настоящий человек чести, Иван Иванович Попов был вынужден перейти к решительным действиям. Иван Иванович Попов постоял за честь и достоинство настоящего русского генерала и нанес генеральному директору Первого канала, который оскорбил его, серьезное ножевое ранение, в результате чего Константин Эрнст оказался в реанимации. Уже после происшествия Иван Попов также повел себя по чести и достоинству, не стал скрываться от следствия и вызвал полицию. Стало известно, что в дело незамедлительно вмешался антикоррупционный комитет Никиты Михалкова. Сотрудники организации считают, что все произошедшее – это четко спланированная провокация шоуменов против настоящего мужчины Ивана Ивановича Попова. Глава антикоррупционного комитета Никита Михалков уверен, что Ивана Попова специально спровоцировали оскорбительной фразой. Руководство антикоррупционного комитета заверяет неравнодушных людей, что сделает все возможное, чтобы доказать, что Иван Попов совершил свой поступок в состоянии аффекта. Ну и по традиции последние новости о антикоррупционном комитете Никиты Михалкова и его работе. Мэр города Саранска ушел в отставку после антикоррупционной проверки, которая проводила в данном населенном пункте команда Никиты Михалкова. Как заявил товарищ Бастрыкин, это еще не конец антикоррупционной проверки. Бывшему мэру придется ответить за все правонарушения и преступные деяния. Пресс-служба антикоррупционного комитета сообщает несколько трагических новостей из мира российского шоу-бизнеса. В Санкт-Петербурге в результате нападения медведя трагически погибла российская артистка-цирка-дрещеровщица Алена Маслянова. Стало известно, что на артистку напал медведь, которого она держала на своем участке. Вечером 15 июля один из них набросился на дрессировщицу. От полученных ран женщина скончалась. Снова трагедия и опять в цирке. На этот раз в Ростове-на-Дону. Погиб колумбийский артист-цирка, который гастролировал в Ростове-на-Дону в результате несчастного случая, связанного с опасным трюком. Артист проезжал на велосипеде по узкому канату и упал с высоты 50 метров. Уважаемые зрители, если вы желаете выздоровления членам комитета и поддерживаете их деятельность, то можете поставить лайк под видео и написать поддерживающий комментарий.